МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судья спикер по гражданской специализации, а также Виктор Иванов, судья-спикер по уголовной специализации. Здравствуйте, господа. Добрый день. Также у нас есть интерактив. Вопрос голосования звучит так. Переносили ли слушание вашего дела из-за нехватки судей? Варианты ответов? Да и нет. Голосуйте. Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению проблемы нехватки судей, мы хотели бы ознакомить наших телезрителей с сюжетом, который подготовили корреспонденты седьмого телеканала. Критическая ситуация с кадрами в Приморском суде Одессы. Только в апреле текущего года ушли в отставку 8 судей. 37 судей должно быть в Приморском суде. Фактически на настоящий момент работает 15. Однако из этих 15, это 9 судей в гражданской специализации и 6 судей в уголовной специализации. Из-за отсутствия необходимого количества судей возникают проблемы с рассмотрением дел в установленные сроки. А есть процессы, рассмотрение которых должно быть немедленным. Если по основным делам суд рассматривает дело в среднем 3 месяца, то по этим 10 дней решение должно быть в полный текст, должен быть представлен в момент его оглашения. В данный момент на руках у судей находится 1200 дел. У нас еще находится 200 коллегиальных дел, 1000 дел, которые рассматриваются единолично. По многим из этих дел люди содержатся под стражей. Естественно, мы эти дела, где люди содержатся под стражей, должны слушать в первую очередь. Все это на настоящий момент легло на 4, когда в случае полного комплекта, когда у нас будет сейчас в Приморском суде из уголовной специализации, это на 6 судей. При этом оставшиеся судьи уверяют, что работа самого суда не останавливается. Дела назначаются таким образом, чтобы максимально сузить перенос по причине непоявления в зале заседания одного из участников разбирательства. Отпуск очень нужен судьям. Судьи устали. На самом деле они устают, изматываются. Коллектив Приморского суда обратился к председателю Высшего совета правосудия с просьбой помочь выйти из кризиса. По словам самих судей, их коллеги уходят в отставку по выслуге лет, а многие из-за увеличившейся нагрузки. Сергей, первый вопрос к Вам. Скажите, сколько на данный момент судей остались на своих рабочих местах? Приморский суд – один из самых крупных судов первой инстанции Украины. По штату 37 судей. Работает в настоящее время, работает, числится в штате 16 судей. Фактически работает 13 на данный момент. Два судей болеют. Ну, штат чуть больше, два судей в декретном отпуске. Таким образом, не работает две трети судей в составе Приморского районного суда. Причины разные. Прежде всего, основная причина, это надо было прогнозировать, необходим подбор достойных кадров, которые должны заполнять вакансии. Долгое время судьи находились без полномочий, выходили на работу, не отправляя правосудия. После проведения реформы многие судники приняли решение, их не устраивали результаты реформы. Они приняли решение, имея право на отставку, воспользовались своим правом и ушли в отставку. Это их конституционное право, они заслужили ее, и осуждать их за это нам не стоит, потому что это их право. Только их сугубо личные решения. Условия в Приморском районном суде для работы созданы, такие, как требуют надлежащие, требуют законодательства. Однако, понимаете, мы перегружены. Перегрузка составляет пятикратный, десятикратный размер, тот, который допустимый для рассмотрения судьями дел. Таким образом, нарушаются многие засады от правления правосудия. Прежде всего, такие, как разумный срок, сроков рассмотрения дел, доступ до правосудия, ст. 6 Конвенции. И мы сегодня пришли не плакаться, а сказать гражданам Одессы и другим гражданам и субъектам, которые обращаются в Приморский суд за защиту своих прав и интересов, что судьи стараются выполнить тот конституционный долг, свою обязанность. Однако, они физически не могут все переработать. Есть процессуальные сроки, есть время на рассмотрение, совещательная комната. Закон очень многие действия судей формализовал. Если решение пишется в совещательный, на это требуется час, два, то и три часа. Судья может два дела рассмотреть. А для того, чтобы не было в нынешнем составе суда, где работает такое количество судей, нам надо рассматривать по 20-30 дел в день, что невозможно без нарушения процессуальных прав граждан и субъектов обращения в суд. Как часто приходится переносить рассмотрение дел? Возможно, у вас есть какое-то дело-лидер по количеству переносов. Дела переносятся даже не за отсутствие судей. А большинство переносов, я дам ответ по уголовному процессу, это действительно очень серьезные проблемы, пробелы криминального процессуального законодательства. Понимаете, часто не являются участники процесса. Судья не может принять никаких мер к потерпевшим, если нет уведомления. Начинаем с того, начиная то уведомление у участников процесса. Работает Укрпошта, где суда, исходящая каждый день, составляет 10-15 тысяч. С нами не хотят работать ни одно поштовое отделение. А все это права граждан. Каждый должен получить документ своевременно. Потому реформа состоит не только в подборе судей. Реформа состоит и в организационно-правовых методах улучшения работы суда в целом. Таким как уведомления, использование современных технологий, это электронный адрес, смс. Все это в комплексе составляет причину переноса дел. Из-за отсутствия судей у нас не так много переносится дел. Просто то, что дела назначаются не в течение двух недель, а назначаются через два месяца, через три месяца. Таким образом, не по вине суда, большинство участников процесса не понимают это. Нарушается разумность срока рассмотрения дела. Таким образом, и основополагающая статья 6 Европейской конвенции «Доступ до правосудия» также в данном случае не действует. Это в полной мере, что дает право гражданам обращаться в Европейский суд по правам человека, по продолжительности, по нарушению разумных сроков рассмотрения дел. Есть такие формулировки, как пытка, потому что своевременные дела не рассмотрены. Человек испытывает страдания, это так называемая статья 3 Конвенции у нас, понимаете, которая регламентирует, что недопустимо и по-человечески, и по закону. Мы сегодня живем в тот период, где пилотным является европейское законодательство, где установлены строгие критерии для рассмотрения дела, стандарты. И они должны выдерживаться в своевременном, процессуальной форме. Судья на это не имеет возможности в силу своей перегрузки. Поэтому мы вынуждены сегодня, это не плач, это не… Мы хотим объяснить, и основная задача, чтобы те, кто обращаются в суд, качественнее готовили документы. Это ускорит срок рассмотрения. Контролировали работу своих адвокатов, представителей, которые должны надлежащим образом являться в процесс. Зачастую мы имеем проблемы, где подал, особенно по уголовным, по жалобам на обжалование действий органов досудебного следствия, различных, подал жалобу, сами не являются в заседании. Судья может без прокурора принять решение, но без автора жалобы, автора заявления не может рассмотреть. Эти переносятся, а перенес это дело, значит, это идет как цепная ядерная реакция. Не рассмотрел сегодня в срок это дело, значит, следующие также переносятся. А нет ли каких-то штрафных санкций для таких лицов? Есть, есть при условии надлежащего уведомления. Снова замкнутый круг. Укрпошта не в состоянии выполнить и подтвердить в суде надлежащие уведомления. Зачастую дела мы ведем большую работу с органами досудебного следствия. Лично я, мой аппарат, требуем от них, чтобы были указаны электронные адреса, брали разрешение на смс-уведомления, то, что пользовались современными коммуникациями, а не по старинке Укрпошты. Таким образом, вы понимаете, здесь есть состояние замкнутого круга. И вы знаете, естественно, общество правильно подняло критику работы судов, потому что зависимый суд, зависимый судья обществу не нужен. Перегрузка судей, она делает его зависимым от жалоб граждан, зависимым по невыполнению закона. А эта зависимость самая страшная. Скажите, вот с первой четверти года у вас на рассмотрение поступило 1898 судебных дел. Каким делам приоритет дается и сколько на рассмотрение сейчас? Давайте я дам ответ еще. Я вам скажу, мы, давайте я скажу несколько слов по статистике. Мы в том году неполным составом, примерно меньше, чем две трети судей, меньше, примерно чуть больше половины, рассмотрели чуть-чуть меньше дел и всех производств, чем Печорский суд. Мы вторые по Украине. Это само за себя говорит, это не один год. Это каждый год так складывается ситуация. У нас очень большая нагрузка не просто по Одесскому региону, а по Украине. Вы сказали эту цифру. У нас цифры выходят за год. Около 50 тысяч судей Приморского суда принимают разных решений. Я молчу, какая нагрузка ложится на аппарат. Каждый день еще идет под этого переписка, которая исчисляется сотнями тысяч. Все, понимаете, при отсутствии современных коммуникаций. У нас не работают современные сканеры. У нас не отработаны многие то, что должны мы были давно, в результате реформирования сделать единые требования к ИСКУ. И сканер его сканировал бы, и секретарь не записывал бы вручную. Также сама повестка автоматически выходила бы, потому что все это требует, понимаете, это все процесс реформирования. Мы надеемся, что это будет в проекте, это должно быть. Но на сегодняшний день этого нет, и граждане страдают. Складывается впечатление, приходят в суд, говорят, мы обратились в уважаемую державную институцию. Мы хотим получить решение. Нас не интересуют ваши проблемы. Это нечасто, но такое звучит, что вас нет. Возможно, вас и правильно разогнали. Я говорю, вас никто не разгонял. Люди воспользовались своим конституционным правом идти в отставку. Для этого должен быть длинный ряд, который должен прийти им на замену. О чем речь? Таким будет обновление кадров. Вы понимаете, вот в этом основная причина, что у нас отстает подбор кадров от реальной потребности всей судебной системы. У нас же не только в Приморском суде. Апелляция состоит практически единицы, так бы половина, меньше одной трети судей работает. А это все разумность сроков рассмотрения. Это все нарушения основных засад судопроизводства, которые перечислены, они прямо перенесены с Европейской конвенции по защите права и свободы граждан. Андрей, вопрос к вам. Если говорить о квалификации судейской, вот процесс, говорят, затяжной довольно, и многие из судей из-за этого затягивается процесс наполнения новыми кадрами. Есть ли какое-то решение, например, перенаправлять из других судов региональных в Одесский? Были ли какие-то предложения? К сожалению, это хороший вопрос, но не к нам. Мы не имеем никаких полномочий, возможностей перенаправлять, брать. А запросы делать? Мы этим занялись, мы направили необходимые документы, поставили вопросы перед соответствующими органами. Наша задача только ждать и работать, на самом деле. Я бы хотел продолжить, Сергей Николаевич, тематику вкратце по поводу того, что дел без судей не может быть. То есть все дела, которые от ушедших судей, они будут закреплены в определенный период за соответствующими судьями. То есть вы должны понимать, что дела нигде не исчезнут, не пропадут, ни уголовные, ни цивильные. Единственное, исходя из того, что, допустим, вот приведу пример по двум судям, которые ушли в отставку нашими уважаемыми судьями. И в связи с тем, что у каждого из них было, ну, грубо говоря, по 500 дел, представьте себе, подготовить их на сдачу, чтобы аппарат их сдал. Это тоже процедура, чтобы вы понимали. Их надо сдать, принять, перераспределить через машину. То есть идет автоматическое распределение, это же не вручную. Это все занимает кучу времени. То есть это тоже промежуток времени. И некоторые граждане, некоторые стороны жалуются, а почему же так долго? Это реально, это объективно затяжной процесс. Было бы там 100 дел в каком-то районном суде, это было бы занимало неделю. А так у нас это, и то мы стараемся очень быстро направляем, перенаправляем усилия кадров, чтобы сдача была прискорена. И для того, чтобы каждое дело было судьей. А что касается квалификации, я с уверенностью могу сказать, что такой квалификации судей, как в Приморском суде, это не хвастовство, это объективность. То есть чем больше ты рассматриваешь, тем опытнее, тем ты мудрее, тем ты грамотнее. Это закономерность. И поэтому по поводу нашей квалификации я могу сказать с уверенностью, что затягивания из-за этого не может быть. Андрей, скажите, сколько дел на рассмотрении сейчас, и какой срок в среднем затягивания рассмотрения из-за нехватки людей? Сказать статистически сколько с остатком, ну это сухие цифры, реально много. Я примерно скажу, больше 5 тысяч справ, которые находятся. Сейчас более 6 тысяч цивильных справ находятся в промежене, более 2 тысяч криминальных. Я мучу, что мы уже близко 15 тысяч раз взглянули справ по забезпечению органов досудового расследования. Также я высказал, давайте я на русском буду, было сказано, вами знают ли вышестоящие инстанции. Каждую неделю, каждый раз в соответствии с законным судоустройством органы, отвечающие за кадровое наполнение суда, получают информацию от меня лично, через мой отдел кадров, наш отдел кадров Приморского районного суда. И они каждый в режиме онлайн знают состояние, количество судей на каждую минуту, на каждый день, потому что действует система Д3, автоматическая система Д3. И они видят, какие судьи участвуют в судопроизводстве, в отправлении правосудия. Таким образом, вы понимаете, это сегодня не то время, что надо просто письма писать, они не знали. Так не скажешь. Все это знают. К сожалению, эта ситуация сложилась не только в Приморском суде. Была интересная статья, я очень благодарен, Украинец поднял ее, я прочитал и с удовольствием услышал, где одна гражданка попала в дорожно-транспортное происшествие и не было судей, чтобы рассмотрел административное дело. Таким образом, она осталась без возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия в связи с отсутствием судьи в Ровенской области. Это впервые позитивная информация, хотя она отрицательная, но позитивная информация в пользу судей, где показали, что не в судях причина. Причина в организации, третьей ветви власти. Вот в чем вопрос. Вы видите, какие требования сегодня предъявляются международными институциями, всеми, для того, чтобы суд был реформирован. Это основная реформа у государственного аппарата, потому что будет реформированный суд, будет действовать право, будет субъективное равенство в бизнесе, в всех сферах жизни. Человек без права — это просто существо. И он не живет в цивилизованном обществе, где не работает право. Вячеслав, я бы хотела передать слово вам, если говорить о гражданском судопроизводстве. Поможет ли в этой ситуации, которая сейчас сложилась, пилотный проект до судебного решения споров, медиация? Ну, я бы хотел сказать, помимо вот этого вопроса, все-таки акцентировать внимание на причинах длительного рассмотрения все-таки дел, потому что здесь их несколько причин. Можно выделить две группы. Одна группа объективной причины, одна группа субъективной причины. Об объективной группе уже только что было сказано, это резкий уход судей своих должностей и, следовательно, их передача их дел тем судям, которые остались. И троекратная нагрузка увеличится до пятикратной. Вторая причина длительного рассмотрения дел — это изменение гражданского законодательства в части усложнения. Некоторые дела должны быть рассмотрены гораздо быстрее, и за счет этого приходится отлаживать другие дела, которые не так оперативно надо рассматривать. Второй блок — это субъективные причины. А субъективные причины касаются, опять же, формализации судебного процесса, где очень жесткие требования предъявляются к оформлению документов. И поэтому, когда человек подает, и судья, в принципе, с пониманием мог бы подойти к тем нарушениям, которые есть, но это является основанием для того, чтобы заявить отвод суде, что судья принял с нарушением исковые требования, принял какие-то заявления, и судья вынужден будет предъявлять и оставлять ихними иски без движения, без руху. И, следовательно, опять же, затягивается процесс. Что касается медиации, вы действительно довольно интересный институт, но, понимаете, учитывая определенное сложивость в своем негативном отношении вообще к суду, как такого, как институции, вопрос доверия судье вести медиацию или примирение сторон, он, конечно, не будет. Только после того, как будет восстановлено доверие к суду, можно говорить о реализации вот этого нового института, который вы только что упомянули. Скажите, а кому вы уже обращались за помощью в решении данного вопроса, чтобы перенаправить, возможно, кадры какие-то, пригласить новых судей? — Вот только что мой коллега уточнял, что это действительно не наша компетенция. Есть ряд судей, уже рекомендованные для командировки в Приморский суд, но этот вопрос зависит от высшестоящих инстанций, до сих пор он не решен. И те суди, которые уже должны были быть откомендированы в Приморский суд, они до сих пор еще не имеют таких полномочий. Поэтому вопрос так и завис, и зависит не от нас. — Там только два суди, и то они, если они дойдут в ближайшее время до нас, это тоже не спасет никоим образом... — На один год? — Да, это на один год командируют их, там речь идет только о двух судях, и два суди никоим образом не спасут ситуацию в корне. — Скажите, а уже были аналогичные ситуации в практике вашей, или это впервые? — Это впервые такая ситуация. Это впервые такая ситуация, поэтому мы и обращаемся, вот и на телевидении рассказываем об этом, и обращаемся и в Высший совет правосудия, и в Высшую квалифкомиссию судей Украины, и в Государственную судебную администрацию. Мы везде поставили в известность о том, что у нас кадровый коллапс, что, собственно говоря, мы при всем том, что мы делаем все, что от нас зависит, мы уже видим, что мы не справляемся с ситуацией. Вы понимаете, ну вот я по уголовным делам хочу рассказать. Уголовные дела, у нас есть дела, где 50 потерпевших, 100 свидетелей, там это только по одному делу может быть. Это, ну, вы себе приблизительно, если возьмете там по 30-40 минут для допроса одного человека, составите приблизительно себе такой план, сколько необходимо времени для того, чтобы просто заслушать эти стороны. И это только одно дело. Если мы говорим о том, что у нас коллегиальных 200 дел, это дела против основ национальной безопасности, это дела, связанные с тяжкими преступлениями, убийства, изнасилования, нанесения тяжких телесных повреждений, разбои, грабежи и так далее. И у нас этих дел, они идут в геометрической прогрессии, увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Масса людей содержится под стражей, дела эти надо слушать. И в то же время нам постоянно поступают ходатайства органов досудебного следствия о проведении обысков, которые рассматриваются срочно, жалобы на незаконное задержание, об избрании меры пресечения и так далее. Этот процесс постоянный, и постоянно они поступают. И причем многие из этих дел рассматриваются, ходатайства рассматриваются в день, когда они поступают. Плюс все это слушается под технические средства, с удалением в совещательную комнату, с полным оглашением решений. То есть это в день бывает там 50 решений буквально. Их только огласить все, не говоря уже о том, что их написать, и заслушать всех лиц вы себе можете сопоставить, как это влияет в том числе и на качество судебных решений. При таком, если говорят о том, что профессия судей — это творческая профессия, связанная с оценкой доказательств, с написанием решения, аргументированного, мотивированного и так далее. И при таком конвейере, о каком мы можем говорить вообще о качестве этих судебных решений. Но понятно, мы делаем все, что можем. Хорошо, что есть определенный опыт, есть определенные навыки, но тем не менее это ненормальные условия для работы и для принятия таких важных решений. Скажите, а какие дела рассматриваются в приоритете? И что происходит с теми делами, которые можно отложить в долгий ящик, скажем так? Ну, в долгий ящик вообще нельзя откладывать, потому что у нас сейчас очень строго с нами обходятся различные органы, которые стоят над нами, это Высший Совет Правосудия и Высшая Кваливкомиссия, любая жалоба туда, и мы не знаем, как отнесутся данные органы к тому, что мы откладываем дела в долгий ящик. Поэтому дела назначаются все. Нет таких дел, что какое-то дело... Единственное, что, естественно, дела, где люди содержатся под стражей, мы назначаем в первую очередь и слушаем их. А дела, где избраны другие меры пресечения, мы переносим подальше их. И это всем объясняем. Сейчас на работе сегодня 4 суди по уголовным делам. Вы себе представляете вот этот объем 200 коллегий и 1000 других дел, и как их просто назначить, выйти, заслушать, открыть заседание, закрыть заседание, решить хотя бы процедурные, процессуальные вопросы. Ну, на это все, если мы будем 24 часа в сутки находиться в суде и все время это делать, все равно мы не сможем осилить вот тот массив, который на нас вот сейчас свалился. А если говорить о судьях, которые вот сейчас работают, как долго вы лично не были в отпуске и ваши коллеги? Ну, я был прошлым летом, например, вот планирую этим летом пойти в отпуск. А реально ли? А? Ну, вы понимаете, у меня периодически начинается уже ситуация, близкая к нервному срыву, и здоровье как бы дороже. Поэтому это, конечно, нереально. Это опять в ущерб будет всем, люди будут возмущаться, что это вы уходите в отпуск, что дела надо слушать. Ну, я живой человек, мне надо все-таки какую-то передышку сделать тоже. Возможно, есть какие-то рекордсмены? Нет, я, к правилу, мы стараемся коррестоваться коротко-частными отпусками, краткими отпусками, потому что действительно, понимаете, краткий отпуск дает как-то восстановиться и возможность не отходить от правосудия. Как правило, в отпуск, Виктор Васильевич не хотел сказать, каждый раз в отпуск десятки раз отзывается. Если у него отпуск 20 дней, там 25 он взял, я 5-6 раз его отзываю для слушания каких-то коллегиальных или других дел. Это в Приморском суде уже стало нормой. Единственный суд, ну, наверное, еще, возможно, крупные суды, где мы работаем в субботу и в воскресенье. Это также является не совсем правильным, потому что КЗОД, Кодекс законов о труде, для всех одинаковый. И судьи также находятся в том рабочем процессе. Однако в обществе немножко недопонимание той ситуации, роли суда, вместо того, чтобы действительно направлять то, чтобы судья был независимым, чтобы весь институт власти был независимым и имел право применять закон безоговорочно, мы пошли немножко, у нас возникла та ситуация, которая сегодня сама, неукомплектованность судов, делает судью зависимым, потому что я уже об этом повторяюсь, а на плечах Приморского суда это все обеспечение 2 мая, это все санкции по 2 мая, никто об этом не хочет говорить. Это десятки тысяч принятых решений в сложнейшей обстановке, в обстановке противостояния, в обстановке, где судей преследовали, где захватывали суд. Мы находимся среди этих судов, которые первые, кого захватывали. Все эти явления коснулись нас в первую очередь. И эти судьи все выдержали. Спрашивали, почему ушли? Потому что судьи хотят видеть свое прозрачно, свое будущее. Будущее, а их будущее в независимом суде, который доступен для граждан, который действует... Закон прозрачный, закон, который понятен всем. И если дело должно рассматриваться в течение 5 дней, значит, должны быть механизмы правовые, которые дают судье. Не быть зависимым от каких-то обстоятельств, от какой-то Укрпошты, от каких-то отсутствия сканеров, отсутствия информресурсов, от неработающих видеоконференций, где уже давно должно быть в каждом кабинете судьи видеоконференция. И, понимаете, где судья должен связаться дистанционно, где возможно рассмотреть дело. Все эти новшества, которые являются обычным явлением в жизни, в судах они только-только робко внедряются. А это должно быть приоритетом. Мы не можем решать вопрос только за счет увеличения количества судей. Мы говорим сейчас элементарно, укомплектовать количество судей. Даже если мы будем укомплектованы, мы также будем иметь проблемы. Нам трудно будет. Но мы будем хоть как-то справляться. Здесь процесс должен идти с двух сторон. Прежде всего, кадровый голод убрать. Второе, внедрять новые технологии, информационные, другие. И в том числе мы очень надеемся на журналистов, на масс-медиа, которые должны разъяснять гражданам. Ну, вы понимаете, от того, что обзывают судьи всех, есть другой способ разрешения конфликта? Нет. Значит, мы должны задуматься, почему так возникает. Ведь это же искусственно сделано. У нас меньше 3% отмена решений. Все решения остаются в силе. Значит, граждан это устраивает. Кроме того, почему никто из журналистов не хочет дать ответ? Почему идут в суд за получением пенсии? Разве это орган соцобеспечения? Почему идут вчителя, чтобы была выполнена 58-я статья, их денежные довольствия или военные? Здесь я хочу сказать, что государство – это единый механизм. Что исполнительная, законодательная власть. Так как написано в Конституции, каждый действует в рамках своих конституционных обязанностей. У нас сегодня позволительно исполнительной власти давать оценку. Позволительно нашим силовикам рассказывать уже, что совершено преступление, какая квалификация, все не придавшие его публичности в судебном заседании. Таким образом, вы понимаете, но основная проблема сегодня нашей встречи – мы просим просто разъяснительную работу ведем, дать понять, что мы стараемся, мимизируем те сложности, которые возникли, поверьте, не от тех судей, которые остались на работе. У нас, более того, суд опытный, у нас пуще все имеют право на отставку. Ну и наш эфир подходит к концу. Самое время подвести итоги интерактивного голосования. И на вопрос, переносили ли слушание вашего дела из-за нехватки судей, да, ответили 77% проголосовавших и нет – 23%. А я напомню о катастрофической нехватке судей в Приморском районном суде. Мы сегодня говорили с Сергеем Кичмаренко, председателем Приморского районного суда города Одессы, Андреем Науменко, заместителем председателя суда, Вячеславом Бондарем, судей-спикером по гражданской специализации, а также Виктором Ивановым, судей-спикером по уголовной специализации. Это была «Студия на седьмом». Смотрите дальше, будет интересно. Продолжение следует...